здравствуйте дорогие друзья меня зовут светлана и вы на канале цветочный уголок ну что сегодня видео у меня не очень приятное хочу рассказать как я вернее как меня обманули да по поводу растений показываю папоротник румору потому что он является виновником этой истории ну начну сначала давайте увидев этот папоротник где-то у девчат ну естественно мне захотелось такой красавчик видите вот ну я как всегда стала посмотреть на авито где я чаще всего покупаю растения нашла у одной девушки тут же я спросила как пересылает не пересылает все пересылает я решила заказать у нее этот папоротник и до кучи у нее там было кисличка была такая вот знаете маленькая разноцветная crazy как-то она называется crazy сейчас не вспомню но очень красивая кисличка она была у меня раньше но пропала думаю закажу ее тоже чтобы ни одно растение значит это с москвы вроде с москвы к нам до волгограда доходит хорошо все быстро там два-три дня и уже на месте все девушка общалась очень хорошо вежливо в профиле у нее много было отзывов положительных друзьям ну я естественно все это просмотрела прочитала единственное я не посмотрела когда был создан про ну аккаунт профиль как-то я это упустила этот момент ну ладно я вместе с пересылом она мне посчитала тысячу рублей я естественно ей перекинула она мне дала данные по номеру телефона дальше а она сказала что он пару дней просушит и отправит хорошо все в день отправки ничего я ей пишу как насчет моей посылки тут началась короче конкретная лапша на уши то есть у нее якобы какие-то плачежи зависли как она написала там была у нас большая переписка друзья не буду это все вам я в принципе это все поскриншотила но я вам перескажу то есть у нее что-то там зависло на почте или на почте или сбербанке хорошо пару дней жду опять пишу потом до меня дошло что может зависнуть друзья я и пишу что я уже отправляю несколько лет посылки никакой то есть ничего никогда не зависает не не задерживается и так далее вы говорю мне уже начинаете как бы делать мозги и все остальное и тут друзья через день или два не знаю смотрю у нее профиль заблокирован то есть не не меня она заблокировал а ее заблокировали скорее всего начались какие там до жалобы и все остальное и ее профиль был на проверке то есть администрация авито стала проверять ее профиль я конечно здесь до кучи тоже написала на нее жалобу вот и все у нее профиль заблокирован я здесь вставлю какой у нее был профиль как назывался то есть он там как-то по-английски он было написано все я хорошо что я все сделала заранее скриншоты и всем то есть сейчас конечно в ее профиль не зайдешь на авито он заблокирован вот но друзья так как я переводила ей деньги через телефон ну по номеру телефона то есть извините я ей стала писать на ватсап она мне тут же написала номер телефона другой чтобы я написала туда хорошо я написала туда она просит а я ну что я написал я естественно написала что вы меня кормите завтраками давайте договоримся по-хорошему или вы мне возвращаете деньги или отсылаете растение ну она мне написала на тот номер телефона пишите адрес вы знаете что адресом у меня попросила но она умение спросила что я у нее заказывала в этом вся ее прокол тут я уже знаете с полной уверенностью поняла что это чистой воды обман меня по полной программе на грубо не буду говорить по-другому воспитана обманули я у нее спрашиваю вы спросили ему адрес но почему вы не спросили что я заказывала вот ну там конечно грубо ничего не писала я ее не обзывала я ее да я ее один раз написала что она мошенница оказалось но друзья ее оказывается уже прославили на вк зайдите в к обманутой цветоводы там уже девушка написала про нее я узнала по инициалам то есть при оплате да там пишется кто это это значит мария андреевна с фамилия не могу сказать так а фамилия не высвечивается в к девушка написала что она у нее заказала очень дорогое растение там по моему на двадцать шесть тысяч друзья представляете у меня здесь несчастные 1000 но сейчас еще расскажу а там у девушки двадцать шесть тысяч и также кормит завтраками друзья по весне это вот я не знаю как так получилось но я скажу что как объяснить интернет тесен так скажем по весне мы с приятельницей в одноклассниках нашли им группу которая предлагала ну страница не группа страница да они предлагали им на продажу так сказать клематисы клематисы несколько клематисов по привлекательной цене ну мы решили с ней как бы скинуться и заказать заказали нам ответили сразу и получилось что с пересылом там получается 1800 чем-то 1850 что ли получилось все мы довольны ждем так как я с ней общалась с ними общалась я пишу через некоторое время когда вы отправите они пишут мне на тот момент думал что это они оказалось что это она друзья вы представляете это она же самая мария андреевна с я потом по оплате посмотрела это она же я два раза на нее нарвалась вот я им говорю что интернет тесен это я не знаю и смех и грех ладно там у нас тоже он переписка была длинная они начали писать она начала писать мне что они перешлют по осени я написала что таких условий не было то есть я в зиму никогда ничего не сажаю не высаживаю пришлите мне сейчас она мне стала писать ладно мы посмотрим выкопаем что есть ягу пришлите нам под мою ответственность какие будут пришлите и что вы думаете все лето я писала сейчас осень я написала последнее мое сообщение было вот настала осенью не пора ли переслать им выслать мне растение это ну это игнор но друзья меня конечно заблокировали на одноклассниках на этом на этой странице летом заблокировали да но у меня есть скрин я тоже оставлю какая что за страница она кстати переименовывалась пару раз так что будьте осторожны так все это ладно я знаете друзьям думала не буду я ничего про нее ладно заглажу я и там написала всего вам самого наихудшего пусть вам моя тысяча рублей вот который я за этот папоротники пересылала станет поперек хотя я никогда людям плохого не желаю друзья но это прям уже знаете сверху наглости тем более мне на днях написала девушка под видео где я распаковывала этот папоротник она мне написала что она заказала точно такой же папоротник у такой-то у такой-то вы представляете у нее же у марии андреевны с я и я сначала до меня как-то тяжело это дошло я говорю да я слышала они потом оказалось что это та самая думаю нет так оставлять нельзя и тем более вчера вечером друзья знаете что было сейчас скажу мне стали поступать звонки я посмотрела что это ее телефон она мне стала звонить вчера и и я же ее заблокировала я ее заблокировала где ну да на ватсапе и заблокировала она мне пишет эсэмэски эсэмэс она мне пишет странно вы ждете посылку но не отвечаете на звонки и меня заблокировали как было еще сообщение ждите а наблюдайте за посылкой будет через три дня друзья зашла в приложение почты там нет ничего если кто-то посылает посылку и указывает телефон он автоматически посылка появляется в профи в приложении я и пишу вышлите мне трек номер это все в эсэмэсках вышлите мне трек номер и все она мне опять звонит звонит и поднимите трубку она мне пишет представляете я говорю зачем вы звоните с другого региона человек звонит вы представляете я ей пишу зачем вы мне звонить я не буду поднимать вашу на на не буду отвечать на ваш на ваши звонки просто напишите мне трек номер она мне пишет я вам звоню чтобы сказать трек номер друзья но это не глупость это уже такая я не знаю как выразиться ну наглость полный капец какой я она мне пишет поднимите трубку и я вам завтра позвоню зачем ты мне будешь звонить с москвы я не буду с ней разговаривать я и написал напишите мне трек номер и все естественно ничего не написала вот а мне она еще последний сообщение было друзья написала будьте осторожны что ли или что youtube запрещен в россии видать до человека дошло что я буду ее прославлять вот говорить о ней youtube запрещен в россии видать девушка перепутала может быть с инстаграмом не знаю но все это было пределом всего я и опять ее номер телефона заблокировала она там еще пару раз звонила и все вот такая история произошла со мной значит ну в одноклассниках уже бесполезно ей писать я уже сколько раз писала я пас выставлю все свои оплаты чеки со сбербанка друзья посмотрите там кстати в одном из есть номер телефона может быть кто-то узнает и для других чтобы никто больше у нее как бы ничего не заказывал я понимаю что от моего видео таких людей не станет меньше они плодятся как я не знаю как клопы с ускоренной активностью но может быть кого-то я предостерегу да кто-то может быть захочет у нее что-то заказать потому что растения у нее были неплохие по крайней мере картинки вот может быть кто-то уже что-то заказал друзья пишите номер телефона там будет ее и кстати покажу выставлю переписку по смс которая была вчера вечером там тоже есть номер телефона пусть народ знает своих героев да конечно у меня я не скажу что у меня такие великие деньги но друзья для меня это деньги вот я бы наверное что-то полезное и хорошее купила бы чем вот эту вот грязь развозить разводить я не хотела честно говоря у себя на канале ну вот пришлось человек уже по полной программе обнаглела и не только меня до обманула так что друзья вот такие дела но видите я такую красоту заказала у другой девушки конечно же она сразу ну конечно видно сразу когда человек хочет продать свое растение и добросовестно относится к этому вот ну видите никто не ожидал что так все будет конечно неприятная ситуация все ну ничего страшного я думаю что каждому воздаться по его поступкам и так далее все будет у нас хорошо все друзья на этом я заканчиваю пишите что вы думаете об этом с удовольствием с вами поговорю пообщаюсь всего хорошего до свидания